Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь, это This is the Police, и мы с вами продолжаем нести нелёгкую службу шефа полиции. Большое вам спасибо за все комментарии, которые вы оставляете под моими видео по этой игре, да и под другими видео тоже. Спасибо за лайки, спасибо за ценные советы, потому что иногда действительно не совсем понятно, каким образом всё это дело проходить. Хочется получить максимальный экспириенс, максимальный опыт от прохождения той или иной игры, и благодарю вас за то, что вы не спойлерите. А если собираетесь это сделать, обязательно остановитесь, потому что портить впечатление от игры и от сюжета, который будет не хочется никому, ни тем ребятам, кто ещё не играл, ни мне тем более. Ладно, поехали в общем-то, продолжаем нашу игру. День 8 июль, 22 понедельник. День рождения мэра обошёлся казне города в 90 тысяч баксов, ничего не гуляют. Загадочный Робеспер заявил о своих политических амбициях. А, смотри-ка, а. То есть он не просто, значит, теперь малюет что-то, а хочет ещё и, да, в политику податься. Шесть новых ресторанов появится в городе к концу года. Ехать на работу с такими вот новостями мы заводим нашу колымагу. Наконец-то завелась. Доктор Элеонора Уоттербери. Мистер Бойт, это очень простой тест. Если я буду показывать вам карточки с абстрактными изображениями, вы должны рассмотреть их и рассказать мне, что вы видите. Конечно, какие проблемы. Хе-хе-хе, что это такое? Мужчина принимает горсть таблеток в сарае. Хе-хе-хе, слушай, это как будто про меня. Два индейца бьют в барабаны. Непонятно. Парящие в воздухе головы. Ну, смотри, вообще, как бы это прям про меня. Мужчина принимает горсть таблеток в сарай. Хе-хе. Так, чё это? Мужчина возвращается в дом. Бабочка, человек с часами вместо лица. Как вы можете это видеть? Человек с часами вместо лица. Человек возвращается в дом. Мужчина, давай. Женщина украшает рождественскую ёлку танцующая. Девочки синий пришелец на силу и свинью. Хе-хе-хе. Назида, чё, окорочок какой-то. Ну, это явно, что женщина... Да, это как будто украшает ёлку. Две руки, смотри, здесь перстень, здесь браслеты. А это, видимо, звезда. А это гирлянда. Ну, выберем. Так, а мужчина подаёт женщине ёлочную игрушку. Башня на холме. Ребёнок с паучьими лапками. Ну, давайте будем примитивно очень отвечать. Женщина роняет ёлочную игрушку. А, смотри, как бы нам показывает какую-то историю. Автомобильная авария. Дерево в форме человеческих лёгких. Хе-хе. Роняет. То есть, видимо, какая-то здесь история показана или что. Осколки ёлочной игрушки разбросаны по полу. Рожок мороженого. Марширующие молотки. Это, по-моему, что-то попахивает у нас концертом. Так, дальше. Мужчина кричит на женщину. Шахматная ладья. Мужчина с головой носорога. Я думаю, что первый всё-таки. Не знаю. Женщина даёт мужчине пощёчку. Ну, здесь конкретно прям сама история какая-то зашифрована. Может быть, даже история про меня самого. Потому что, ну, кто знает. Может, его пытаются теперь развести таким образом. Первый вариант у грузовика гигантский ёжик, глотающий людей вместо яблок. Окей. Всё, первые варианты сплошные выбираем. Мужчина толкает. Женщина связка ключей и осьминог играет на пианино. Мне кажется, это какая-то подстава. Женщина падает вместе с рождественской ёлкой. Горать синих листьев. Женщина в пальто из червей. О, боже мой. Мистер Бой, спасибо, что уделили мне время. Я сообщу вам о результатах тестов в ближайшие дни. Ну, конечно, она скажет, что у тебя глубокая травма. День девятый. Слушай, мы на работу, что ли, не ходили? Круто. А я уже думал, каким образом мы успеем 180 дней пройти с вами на канале. Это же, если посчитать, 3 дня примерно мы проходим за серию. 3-4 дня максимум мы проходим за серию. Это сколько надо? 50 серий нам нужно, чтобы пройти. Шиабрум переизбранный главным прокурором Фрибурга. Мэр назвал случайностью то, что в городской администрации нет чернокожих сотрудников. Нифига себе. Крупный бизнесмен готов инвестировать в будущее города. Смотри, случайностью, да? Они мне, значит, говорят, что надо уволить, а сами называют это случайностью. Падлы. Я подумал о том, что нет большого смысла идти прямо против мафии, потому что вы написали в комментариях, что тогда меня могут убить. Ну, это, знаете, спойлер такой был. Действительно, не хочется прерывать мою работу слишком рано, поэтому все-таки будем иногда, видимо, слушаться мафии. Такой продажный у нас полицейский будет. Пусть у нас серия по Бэтмену будет. У нас хороший полицейский, хороший герой. Серия по This is the police у нас будет о таком продажном полицейском, который просто хочет уйти на пенсию. Так, стовал, да? Сегодня бесплатный вход во все музеи города. Я большой поклонник узкого. Можем мне выходить? Конечно, нет. Ты что придумал? Лычки. А, мы лычку кому-то можем дать. Давайте посмотрим. Шевченко, Робинс, Стовал. Давайте Стовалу дадим. Смотри, он не пошел сегодня, и мы его наградим. Мне кажется, круто будет, он обрадуется. О! Пойдет. Что день грядущий мне готовит? Не знаю, смерть, убийство, похищение. Так, день начался. Мэрия. Несколько месяцев назад в Фрибурге появилась организация феминистов. Сегодня они проведут свою первую акцию протеста. Насколько мы знаем, организация финансируется из-за рубежа. Из России, конечно же. И ее цель поставить своих людей на ключевые позиции в мэрии. И протест наверняка может обернуться чем-то серьезным. И нам нужно показать, кто здесь главный. Используйте дубинки и газ, если потребуется. Стреляйте! Пусть боятся нас. Круто. Общежитие Чайна Тауна, смотрите. А, вот, смотри-ка. Общежитие. Вам необходимо отправить серов и ведущего следователя. После отчисления взрослета Кунь-Ян Лин переехал сюда. А, мне же нужно поехать его типа арестовать. Точно. Ну, поехали. Поехали, поехали. Так. Кого отправим? Ну, здесь нормальных людей надо отправить. Давайте Стоула отправим, раз уж он сегодня собирался уйти. И Робинса отправим. И Свод тоже отправим. Во всякий случай. Ведущий следователь у нас есть. Все пойдет. Надеюсь, что... Они не подохнут. Так, что это у нас здесь? Протест... А, в протест феминизм. Парк Дизайя. Парк Желания. Около 50 женщин собрались в парке и скандируют. Позвольте нам стать успешными. Вот это... Ничего, феминизм. Это просто раковая опухоль на теле общества. Потому что феминизм. Это полный бред, который не приводит ни к чему хорошему. Ой-ой-ой, а мы же спецназ отправили на задержание. Господи, что делать-то? Еще и Свод надо отправить. Сколько у меня времени-то есть на это? Давай офицеров. Крутых отправим всех. Обалдеть. Четверых мне нужно отправить. Вообще всех. Берчи у меня. Как лохи последние. Опять остаются. Дежурь. А Свода-то нет у меня. Вы действительно не собираетесь посылать офицеров? Подожди. Как? В смысле не собираетесь? Я посылаю офицеров. Так, погоди. А как? Подожди. А как я пошлю Свод? Если у меня его нет. Если я его уже отправил на задание. Слушай, они мне предлагают. Или тогда я вообще не посылаю. Или посылаю. Ну, без Свода, что ли? Без Свода я не могу послать. Смотри. Ха-ха. Просто его нет. Берчи вряд ли на Свод пойдет у меня. Ладно, закрываем. Ну все. Да, наверное. А что делать-то? Жак, ты поклял служить этому городу. Если ты не сдерживаешь свои обещания, мы не сдержим наши. Капец. Вот они меня кинули. Ладно, поехали. Посмотрим. Мистер Бойт, вы в полном порядке. Меня беспокоит лишь уровень вашего стресса. Мои исследования показывают, что музыка Бетховена успокаивает, расслабляет нервную систему. Рекомендую вам купить пластинку старого доброго Людвига Вана. Она отбивает всякую тягу к насилию. Может быть, в этом есть смысл. Так, поехали. Похороны. Эта женщина достойно служила своему народу. Коти. Реально сегодня похоронили с армейскими почтами. Это капец. Перди тоже у нас. Обалдеть. Ты вообще, блин. Да что ж такое там, Аугли? Что за ты, садист, взял, убил? Троих завалил. Так, смотри. Похороны Бакьянзи. Четверых. Обалдеть. Так. Захват заложников. Тоже свод назад отправить. Да господи, они меня поехали к какого-то китайца несчастного в общаге задерживать. У меня два дела уже срываются без них. Не успеют они вернуться-то. Так. Недовольный клиент пришел в офис адвокатской конторы с пистолетом. Взял заложников генерских сотрудников. Потребовал встречи с именными партнерами. Эти евреи облапошили меня по полной. Высосали все деньги. А мой сын так-то сидит в тюрьме. Охренеть. Че делать-то будем? Ну давай отправим четырех офицеров. Блин, он их всех перестреляет, я думаю. Может Берчин надо было отправить? Все равно их терять не жалко. Ладно. Будем надеяться на лучшее, что они вчетвером справятся. Так, что у нас с расследованием? Блин, кстати. Расследование. Ограбление. Ограбление. Арестовать подозреваемых. Че? Так, отчет ограбления. Смотрим. Преступник пойман. О, отлично. Все, нормалек. Вы поймали всех подозреваемых. Дело закрыто. Мозер у нас получил посвящение. Посвящение. Повышение. Так. Кристофер Сент. Смотри, задание мафии. О, пачки. Джек у нас намечается дело в казино Рубинович. 12.40. Мы не хотим, чтобы полиция все испортит. А я думаю, 8 тысяч хватит для такого рода просьбы. Капец. И он мне деньги, да, уже переслал. Ладно, подчинимся. Знаете, может быть, мы поиграем вообще в плохого полицейского. Пусть падла такой будет. Так, заложники. Че у нас там? Преступник пойман. Без свота они это сделали. Все равно не вредим, гражданский не вредим. О, молодцы вообще. Слушай, ну Эверс, я смотрю на твою рожу. И мне сразу это внушает уверенность в завтрашнем дне. Так, кинотеатр Last Picture. Шоу последней картины. Молодая женщина подожгла зал кинотеатра. Что? Во время сеанса избежала? О, ни хрена себе. Так, ладно. Бизли пусть у меня будет главным следователем. Мозера отправим сюда тоже. Больше следователей у меня нет. Кстати. Так, ладно. Ждем. У нас что-то полдень всего лишь. Ну ладно. Че это за дождь там разыгрался такой? Непонятный. Так, свот. А где у меня? А, свот у меня отдыхает сегодня. Казино Рубинович, да? Типа нам не надо туда отправлять никого. Крупей вызвал полицию после того, как в казино вошел мужчина с гранатом в руке, бросил большую спортивную сумку на пол и потребовал наполнить ее деньгами. Ладно, проигнорируем. Как будто ничего и нет. Я серьезно. Я за то, чтобы делать все по чести, все правильно. Но на самом деле я не хочу быстро заканчивать игру, потому что игра реально очень интересная, затягивает. Так. Инцидент произошел. Время показа фильма более странно, чем в раю. Джима Джармуша. Сгорел экран, зрители получили легкие ушибы, в панике покидая зал, но, к счастью, никто не пострадал. Едем дальше. Мистер Коттелл. Я хорошо помню эту девушку. У нее были ярко-рыжие волосы, я продал ей билет уже после начала сеанса, хотя обычно я так не делаю. Но она была уж очень мила. Я видел бутылку у нее в руке, но решил, что это газировка. Вряд ли такая симпатичная молодая леди придет в кино с бутылкой виски. Я сидел на последнем ряду и слышал, как через несколько минут после начала фильма кто-то вошел в зал и громко хлопнул дверью. Отбирался сделать замечание, потому что не люблю, что кто-то отвлекает меня от просмотра Джима Джармуша. Ну, а тут я увидел смешок огня, а потом была еще бутылка пролетела прямо в экран. Угу, ну ясно. Так, когда вспыхнул экран, я подумал, что так и должно быть. А что? Я слышал, что это Джармуш просто больной на всю голову. 5D кино. Когда вспыхнул огонь, я сразу начал искать глазами выход и заметил эту рыжую дуру. Она тут же сбежала, и я даже рассмотреть ее толком не успел. Ну смотри, да, действительно, то есть какая-то рыжая дура подожгла коктейлям Молотова. Экран. Экран в кинотеатре шоу последней картины, в общем-то, говорящие названия. Но у нас никаких нету здесь кадров, поэтому мы просто ждем. Так, Казино Рубинович, мы игнорим, что у нас произойдет дальше. Ага, последние секунды уже у нас истекают. Ну ладно, я надеюсь, что это поможет нам удержаться в кресле. Так, аркадный зал. Мистер Бойт, сегодня мы вставляем новые игровые автоматы в Super Magdalene Seas 3. А в прошлый раз на таком крупном запуске детишки чуть ли все не разнесли. Будет здорово, если отправить ее к нам с парусю подчиненных, которые одним своим видом будут держать ребятню под контролем. А знаете, кто сможет держать ребятню под контролем? Берчи. Смотрите на их лица. Стоит только один раз на них посмотреть, сразу отпадает все желание бить и крушить автоматы. Спасибо, что сделали ту вещь, о которой мы просили. Вот сумма, на которую мы договаривались. В 8 тысяч нам заплатили. Не знаю, деньги или что. Так, ограбление Казино Рубинович, преступник скрылся. Ну понятно. Гражданский погиб. Вот это жесть, блин. Это мы несем ответственность за это, кстати. Это мы и не послали туда наших офицеров. Так, что у нас тут с расследованием? Детали. Новых кадров не появилось. По-моему, какое-то уведомление приходит, когда кадры появляются. Пока что просто будем ждать. День проходит вполне себе спокойно. Больница Сент-Джонса. Беременная девушка сообщила о подозрительном гинекологе, которому она попала на прием. Доктор очень странно себя вел и говорил девушку сделать аборт, хотя уже на пятом месяце беременности. Доктор сказал, что всего за 10 тысяч он спасет меня от паразита внутри моего тела. В слезах сказала девушка, ни хрена себе. Изверг. Где-то убийц. Так, надо срочно. Так, Шевченко, мне кажется, хорошо с ним справится. И Грант тоже надо отправить. Потому что она женщина, она поймет, в общем-то, что злодей перед ней и сможет его поколадить как следует, я думаю, с особой жестокостью. Поехали. Аборты, ребята, это вообще страшная вещь, на самом деле. Это убийство. Все прошло отлично, давненько мы так не веселись. Задницы этих детишек после пары поединков в Hellfighter просто на нас просто пылали. Как задницы пылали, наверное, бомбило, да, у них? Ну что, Берчи, молодцы. Хоть с чем-то вы справились. Они все, отдыхают. Благодарю за вашу помощь, мистер Бойт. Ага, две тысячи нам заплатили. А что нам с этими деньгами-то делать? Потом от мафии придется, видимо, откупаться за эти денежки-то. Больше я не знаю, какое им применение. Пластинки, говорят, можно купить, кстати. Давай купим пластинки. Мы можем сейчас купить пластинку. Каталог. Там Битховен или чего нам там предлагали. Так, это нифига. Нет, не тот. Ага, это просто у нас... А, вот смотри. Битхоин, здесь 250 баксов можно купить. Давай купим. Да, хочу купить. Давай. Что я могу сказать? Чистая классика. Кузовлев, причем, какое-то дело тут. Все? Мы типа его купили, да? А должны мы его вообще слушать? Или мы его просто купили, и это нам засчитается за то, что мы... А, давай поставим. Опа, такой музончик-то. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Работать. Домохозяйка Такара Монтес, пожалуйста, в полицию на своих соседей, которые постоянно шумят. Устраивают потасовки и никак не сочетаются с людьми, которые живут рядом с ними. В очередной раз обратиться в поблизицу, и она решила из-за каких-то резких хлопков в квартире очень громких криков. По ее словам, в доме проживает 6-7 человек. Ну, какие хлопки могут быть? Выстрелы, конечно. Давайте-ка троих вот этих наших бравых парней отправим. Столл Робинс Эвертс. Команда мечты. Я не думаю, что под такую музыку наш дорогой шеф полиции сможет спокойно работать. Мне кажется, он больше будет наоборот. Так, доктор замечает полицию, хватает скальпель и торжественно кричит. Подходите по одному! Я спасу вас от мерзости и вашей туч! Применить шокер, использовать перцовый баллончик, набросенный на доктора с голыми руками. Я думаю, что надо сделать перцовый баллончик, потому что... Потому что у него скальпель в руках, баллончик он распыляет на расстоянии. Поэтому мы его сейчас... Преступник пойман! О! Офицеры не вредим. Видите, это правильное решение было. Хе-хе-хе-хе. Так, в полицию можно будет пойти? Может быть, в ютуб-канал закрыть, пойти в полицию? Шефом полиции работать. Хе-хе-хе. Шеф полиции в Сибири. Ну что, день у нас к закату катится. Наши бравые парни поехали расследовать преступления в домике. Так. Джек, мы ждем большую партию алкоголя. Но ходят слухи, что наши новые партнеры любят играть жестко. Нужна пара парней для подстраховки. А давайте... А мы обязательно вообще должны соглашаться на все их дела? Я вот чувствую, сейчас вот я пошлю туда людей, и мы их потеряем с вами совсем. Вообще бесповоротно. Потому что все эти темные делишки, они ни к чему хорошему никогда не приводят. Партия алкоголя тем более. Смотрите, я что предлагаю сделать. Давайте не будем соглашаться вот на откровенно такие вот стрёмные дела, когда наша полиция, наши офицеры участвуют во всех этих темных делишках. Давайте мы откажемся. То есть мы будем иногда игнорировать их вызовы вот эти вот, связанные с их делами. Но сами участвовать не будем. Хе-хе-хе-хе-хе. Какой крутой план. Не знаю, к чему это все приведет. Ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Запрашиваем подкрепление. Так, свод мы не можем отправить. Он, в принципе, вроде как и не нужен. Уже на месте этих отзывать мы не будем. Отправляем, значит, наших самых крутых ребят. Шевченко, блин, они не вернулись еще. Ладно, отправляем, значит, Берча. Слушай, ну, Берч, старший поедешь, короче. Если что, младший останется, заботится о твоей матери. Если она еще, конечно, жива. Поехали. Вандал у нас поедет и Берч. Вандал, кстати, на Ван Дамма чем-то похож. Мне кажется, это специальная пасхалка такая. Вот Гранта с Шевченко можно было отправить, конечно. Так, что у нас с расследованием? Так, гостиница True Color. Истинный цвет. Поступил звонок из гостиничного номера с жалобой на шум и женские крики. По-моему, там кого-то насилуют испуганно, сказала пожилая женщина. Ну, знаешь, там, может быть... Я даже не знаю, что там может происходить такое. Может быть, там все и обоюдному согласию происходит. Ладно, Берч отправим тоже. Пусть подкачается немножко. Мне кажется, ничего страшного. Я думаю, что это такой немножко ложный вызов будет. Помните, у нас был такой с пацаном, который жаловался на то, что там... Якобы его пытают, а это его родители просто не выпускали гулять. Здесь то же самое похоже. Там просто как молодожен, наверное, развлекается. Так, отчеты. Ага, нарушение общественного порядка. Преступник пойман, офицер не невредимый. Зашибок поджег. У вас три новых кадра. Отлично. Открываем расследование, смотрим. Три новых кадра. Ну, все элементарно. Вот она заходит, покупает. Вот она бросает. И вот она скрывается. Вот и все. Зоу и носик. Носик. Студента. Что студента? Студентка, наверное. Около месяца назад успешно пытавшаяся устроиться в кинотеатр. А, билетером. Все понятно. То есть решили... Она решила всех кинуть, короче. Так, чтобы безлимозером выбрать как будто кого-то. Ладно, все. Все, вроде как решено. Надо будет задерживать ехать. Двух офицеров нужно. Пока что никого нет. На каникулах по этому цену часть времени она проводит в доме своих родителей. Ладно, это мы потом пойдем туда. Я думаю, что она безопасна. Вполне. Пока что офицеров нет. Так, смотри. Номер на втором этаже гостиницы. Дверь приоткрыта. Видно, как крупный мужчина держит плачущую девушку за шею и бьет ее по лицу. Мужчина кричит. Заткнись, тварь. Я заплатил, чтобы ты молчала. А, значит, все так. Просто отпустить девушку, иначе это труп ему кричит. Наставить на мужчину пистолет. Ударить мужчину дубинкой под колено. Так, крупный мужчина. Это крупный мужчина. Давайте наставим на него пистолет. Или, скажем, его отпустить девушку, иначе ты труп. Испугается он этого? Давайте крикнем его. Сначала словами надо напугать. А потом, если что, к действию перейдем. Давай. Девушке удается вырваться. Но тут номер забегает сутенер с кастетом и бросается на мужчину. Пусть дерутся. Точно. Насильник и сутенер сражаются. А полицейский стоит, смотрит, снимает на камеру, чтобы потом на ютуб выложить. Попытаться разнять их. Пусть дерутся использовать перцовую половину. Обоих давайте повалим, потому что оба виноваты. Мужчина пихает сутенера, внезапно выпрыгивает в окно. Побежать по лестнице, выпрыгнуть следом, выстрелить в спину. Нет, делать его не будем. Побежим по лестнице. Преступник скрылся. Офицеры невредимые. Ну, по крайней мере, невредимые остались. Берчу нечего терять. Слушай, хорошо работать вот так вот с этим рангом в 5 поинтов. Вообще терять нечего. Смотри, у нас время-то уже ночь, кстати. Так, завершит день. Завтра поедем, значит. Мы арестовывать эту женщину-пироману. Пироманку. Пироманку. Пироманщицу. Вот так, наверное, правильно будет. Все, завершит день. Отлично, все вернулись. Слушай, ну мы так... Шеф, я ухожу. Хочу больше времени проводить с семьей. Асана. Ну ладно, в общем-то, это нормальное желание. Я тебя совершенно не... Как скажем так... Не виню. Потому что женщины, они должны заниматься семьей, если она у них есть. Окей. Так, что у нас, в общем-то, немножко бизли. Ну, конечно, такое расследование провернул. Все, нормально. Завершит день. Можно и дальше ехать. День 10, июль, 24 среда. Смотри, что-то. Местный житель, за который украли антикварное жерель, считает, что во всем виноват мэр. Во Фрибурге может появиться православная церковь. А что, нету еще? Мэр Роджерс я наведу в полиции порядок. Я тебе дам сейчас. В полиции порядок он хочет навести. Я есть порядок. Что, забыл, что ли? Что-то давно никаких диалогов не показывали. У моей собаки сегодня день рождения. Разистки. Смотри, он вообще шланг. Я хочу провести с ней весь день в парке. Отпусти. Да, конечно, нет. Ты что, идиот, что ли? Разистки. Ты нафига в полицию-то пошел? Смотри, у нас здесь мало офицеров, но много зато следователей. Так, никакую мы не будем композицию выбирать. Что-то мне под музыку не очень понравилось работать. На карту поехали. В тишине будем. В тишине, да не в обиде. Так, мы недовольны эффективностью полицейского департамента Фрибурга. Мы урезаем ваш бюджет. Сволочи. Все, вот расисты проклятые. Вы потеряли один рабочий слот. Выбрав занятый слот, вы автоматически уволите занимающегося... Занимающего слота. Сотрудники. Почему... А почему из смены бета мне предлагают? А, вот так вот я могу. Я предлагаю уволить... Блин, Берча уволит. Давайте, давайте разистки уволим, потому что он засранится. Он вообще работать не хочет. Гуань Инлин оказался членом банды под названием Красной маски. Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. Давай, 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 давай. Мне кажется, хорошая идея. Во Фрибурге действует ряд банд, за поимку которых назначена награда. Некоторые пойманные вами преступники могут оказаться членами банды. В обмен на непокрикосновенность они готовы выдать своих начальников. Отлично. А я вот не понял, а зачем кто-то мне советовал... Когда мы делали это расследование про похищение сумки. Кто-то мне в комментариях там написал. Надо типа лысого байкера ставить. Какого лысого байкера? Какого лысого, да? Какого лешего? Не надо было, вот там китайский парень был там. Так, смотрим, что это у нас этот чувак начать расследование. Ага, Джин Янка, это что, она типа глава, да? Охота на банду, главарь. Таким образом, продвигаясь все выше и выше, по гигантности Сергея Иерархи, вы можете добраться до босса банды. Если арестовать босса банды, перестанет существовать, а вы получите награду. Но мы сейчас пока не можем, да, видимо, до него добраться. Награда назначена не только за уничтожение банды, но и за поимку каждого члена. Если вы официально арестуете вычисленного вами члена банды, вы получите бонус. Но в то же время ваша сделка с ним прервется, и вы не сможете продолжить вашу охоту на банду. А, вот оно как. Арестовать. Не будем арестовать. Так, начать расследование. Или сразу вот сюда копать будем. Джин Янка. Или мы не можем. Давайте просто начать расследование. Хи, Нин Хи. Ну, давай, Нин Хи. Нин Хи спрятал краденое антикварное ожерелье. Главный. Ага, ладно. Так, Розийский у нас уволен, но не очень крутые у нас исследователи здесь. Ладно, мол, пусть, мне кажется, важное это событие нужно расследовать. Дебриты и Армстронг. Троем пусть пойдут туда. Розийский еще пока не знает, что из-за собаки он потерял свою работу. Ну, реально, что-то он какой-то шланг. Так, слот для детектива. Запросить расширение штата детективов. Запросить расширение штата офицеров. Улучшение спецназа. Запросить прибавку. Я думаю, что зарплата у нас так нормальная. Тем более мы с мафией получаем довольно-таки много процентов там каких-то. Деньги присылают. Расширение штата офицеров можно попросить. А можно улучшение спецназа. Я предлагаю спецназ улучшить, потому что все-таки это важная вещь. Они подавляют все эти восстания всякие там. И вооруженные. Так, смотри. Какие-то противостояния тоже могут подавлять. Дэймон Труф мы можем профессионально нанять его всего лишь. Да, нанять смену. Так, это у нас смена Б. Мы уволили. Давай смену А. По-моему, у нас там мало людей осталось. Там они какие-то лохи все. Нанять смену А. Нанимаем. Все, отлично. Так, отлично. Так, пригород поджег. Поехали. Пойдем сейчас арестовывать. Кто сможет справиться? Я думаю, что мы отправим сейчас гей. Гей. Блин, с такой фамилией, как он живет. Ну, может, он не стесняется. Может, правда так. Так, а Вэлла у нас какая-то? Я вообще их в глаза не помню. Кто такие Вэлла, Асира? Ну, Цубаки я помню. Спейн. Гея точно не помню. Помнить не хочу. Давай отправим офицеров. Давай отправим Цубаки. Очень хорошо она себе зарекомендовала. И Асиру отправим. Так, пусть. Спецназ не будем. Потому что, ну, что там девчонка? Что она может сделать? Без ведущего детектива шансы на успех понижаются. Вы действительно хотите отправить копов одних? Нет. Нет, нет, нет. Погоди, а что у нас Бизли-то? Бизли! Блин, так у нас нет. У нас просто нет детектива. Нет, давайте закроем. Пока не будем. Сейчас детективы появятся у нас. Баулянь дала несколько интервью, в котором она рассказала о зверстах банды красных масок. Многие факты она исказила и приукрасила. Если мы хотим удержать людей от паники, нужно уничтожить банду в течение следующих четырех дней. Ну, попробуем. Кен Асир сегодня герой. Он вытащил из реки тонущего сенатора Уоллеса Грина. Мэрия по рекомендации сенатора решила представить офицера к награде. Церемония назначена 27 июля. Будет много журналистов. Также семья мистера Грина, который хочет лично отблагодарить героя. Позаботитесь о том, чтобы с этим офицером не случилось ничего необычного. Он должен обязательно присутствовать на церемонии в добром здравии. Так, 27-го. А сегодня какое? А я не помню. У нас просто день 10-й. Надо было там на газетах посмотреть. Ладно, 27 июля запомнили. Ждем, ждем, ждем. Так, пригород покушения на убийство. Если предполагается, что копам придется арестовать не одного или двух преступников, а целую группу, им может понадобиться автозак. Что такое автозак? А, наверное, это типа Бобик, да? Ладно. По-настоящему способные сотрудники справятся и без специального транспорта, но большинству полицейских автозак не помешает. Жаль, что у полицейского участка нет денег на него. И что теперь? Ну, конечно, у нас нет его. Что сделать? Фургончик с мороженым сбил школьника. Скорая помощь приехала через несколько минут, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. Жители улицы, на которой произошла трагедия в ярости, они хотят разделаться с водителем фургончика. Он прячется в машине с скорой помощи. Медики пытаются образумить толпу, но ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Одного офицера что-то туда отправить? Давайте отправим... Так, со Сирой не должно ничего случиться. Так, давай отправим. Гея точно отправлять не будем, я думаю, что он не произойдет впечатление. А вот... Вот Вэлла с нашим супер... Смотри, у нее три лычки, и у нее еще и шестьсотый уровень. Отправим ее, пусть она, я думаю, опытный человек. Она сейчас пойдет и скажет все, что нужно сказать. Так, поджог, может быть... Поджог, поджог, арестовать подозреваемых. Хранение крадено. Не понял, я что-то не понял. А, это понятно, это новое расследование. А почему поджог, арестовать этих подозреваемых-то, смотри. Тут кто-то поехал, что ли? Никто туда не поехал. Вот он же. Мне нужно, по идее... Но Бизли почему-то нет. Куда он делся? Или... А, он же у нас в другой смене был, по-моему, вот так. Да, его просто дома сейчас. В смысле, на работе нет. Подождем еще денек. Мне кажется, еще не горит. Она на каникулах там ждет себя спокойно. Хранение краденого. Так, хранение краденого. Давай посмотрим детали. Нин Ки, преданный помощник Джин Янг, состоит в банде со дня ее основания. Ему доверяют самую ответственную работу. Перед продажей, особенно ценных предметов, Нин Ки всегда хранит их у себя. А за день до продажи привозит в ресторан Wise Dragon. Мудрый дракон. Поскольку на ожерелье уже имелся покупатель, Нин Ки привез ожерелье ночью, того же дня, когда произошло ограбление. Обычно ресторан принимает посетителей круглосуточно, но в ночь перед важной сделкой его закрывают. У Нин Ки есть свой ключ от ресторана. Ценные предметы хранятся в сейфе под барной стойкой. Ну ладно, в общем-то понятно. Он приехал и типа продал, да, видимо, все, что можно было продать. Ну ясно. Ладно, в общем-то, что тут еще скажешь? Будем ждать подробностей от вас. Ребята. Пригород поджег. Нам сроки никакие не обозначали, сколько там требуется времени на раскрытие этого. Опять нам мафия звонит, чертова. Джек, какой-то черный гангстер напал на наш магазин. Сейчас мы слишком заняты. Сможешь помочь? Черный гангстер попал. Ну, напал на магазин. Ну, в принципе, как бы это нормально. Вроде как вызов, да, поступил. И они нуждаются в помощи. Мне кажется, надо помочь. Надо помочь. Ничего такого, сверхъестественно, страшного нет. Отправим Цубаки, отправим Спейн и Гея тоже отправим. Вот так вот. Пусть идет. За свою гейскую натуру занимает. У него уже пыла много, наверное. Пусть там посражается. Ситуация, когда вы куда-то серьезно, чем мы думали. Запрашиваем подкрепление. Кого я вам отправлю-то, блин? Ну давай троих еще отправим. А это уже у нас поехало как раз... А, это же когда фургончик. В фургончик забился у нас там чувак, который сбил пацана. И теперь толпа хочет его линчевать. Троих отправим. Я думаю, что трое справятся. Только вы справились. Только вы справились. Знаете, я уже начинаю переживать за своих подопечных. На самом деле быть начальником большой ответственности. Это серьезное дело. Потому что просто можно все разрушить. Так, Джек у нас намечается дело в здании суда. В здании суда? В 18.30 мы не хотим, чтобы полиция все испортила. Думаю, 6 тысяч хватит для такого рода просьбы. Я, честно, не знаю, блин. В суде они хотят что-то провернуть. Обалдеть. И тысячи... 6 тысяч всего платят за это. Что-то мало? Ладно, ладно. Посмотрим, что там за ситуация. Может быть, надо будет приехать разобраться. Так, лесопилка. Жалоба нашу. Мне некого отправлять туда. Пожилой мужчина сообщил участок жутких криках, доносящихся из лесопилки. Вот уже полчаса. Мне, черт возьми, восьмой десяток. Заслужил я право спать спокойно или нет? Разберитесь же, наконец. 4 человека нам предлагают туда отправить. Там вполне возможно, что кого-то распиливают напополам. Давайте подождем. Вроде как так. Покушение на убийство. Вот смотри, еще какой-то здесь. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Вернутся за 20 секунд или не успеете? Смотри, возвращается, возвращается. Сейчас их туда наложите лесопилку, наверное, и отправим сразу же. Правильно, нефиг сидеть в штаны и просиживать. Так, поехали. Цубаки, молодцы, Спейн. Да, гей тоже туда. Втроем, я думаю, справиться. Поехали. Так, дорога. Генри Сент. Что это, дорога? Мистер Бойт, я управляю большим транспортным парком и хочу организовать мастер-классы своих новых водителей. Они должны, по-моему, учиться себя вести на дороге так, как патрульные даже не смотрели в сторону наших автомобилей. Прошу вас прислать трех своих лучших офицеров. Они будут весь день кататься с моими людьми, объясняя тонкости полицейского наблюдения за потоком машин на дорогах. Знаю о проблемах устаревшего автопарка полиции, так что замену обещаю подарить вам автозак. Слушай, ну сейчас у меня вернутся еще здесь несколько человек. Я отправлю вам троих. У меня еще 20 секунд есть. Давай. Опачки, поехали. Так, троих нужно, да? Он говорит, отправьте мне троих лучших офицеров. Ну давай троих лучших отправим. Почему нет? Единственное, что мы их на день потеряем полностью. Просто на день их потеряем. А давай не будем лучших отправлять. Отправим Асиру, отправим. С ним не должно ничего случиться. Ну что там может быть? Это же просто задание. Никакого криминала. И вот этих вот троих. Ну-ка давай. Вэлла пусть остается. Поедет из что одна сражаться там. Разбираться. Аптека ограблений. Охренеть. Четыре человека нужно сюда. Из круглосуточной аптеки поступил свидал тревоги. Внутрь пытается прорваться наркоману. Он угрожает девушке фармацевту расправой. Но если она откроет дверь, по-хорошему. Четыре человека нам нужно отправить. Сейчас подождем. Успеет кто-нибудь вернуться. Да никто тут вообще. Вот даже близко возвращаться не хочет. Лесопилка ограждена трехметровым забором. Ворота заперты изнутри. По ту сторону кто-то кричит. Протаранить машины. Выломать ворота. Постучать кулаком в ворота. Я думаю, что там кто-то кричит по ту сторону. Наверное, надо все-таки на машине протаранить ворота. Давайте так сделаем. Выломать. А чем они их выломают? На машине давай. Мужчина держит молодого парня. У циркулярной пилы. И парень не тошно орет. Накинуться на преступника. Навести на мужчину пистолет. И приказать отойти от парня. Стрелять преступника на поражение. Давайте навести на мужчину пистолет. И приказать отойти. Потому что вдруг. Может быть это садомазохисты. Они развлекаются так. Кто его знает. Этих странных парней. Сделаем так. Так. Преступник пойман. Отлично. Офицеры невредимы. Гражданские невредимы. Круто. Нормально справились. Так. 8 секунд. Мы не успеваем на ограбление поехать. Вэллу одну я боюсь отправлять. Потому что ее там завалят просто. Наркоман. Или отправим. Давайте рискнем. Одну отправим ее туда. На задание. 610 у нее опыта. И еще и 3 лычки. Я думаю она должна справиться. Господи. Помоги. Это по-моему наверное смерть. Я ее отправил. Одну-то. Одну-одинешеньку. Не знаю. Я надеюсь что все будет хорошо. Слушай. А мы не могли там отправить. Туда спецназ. Шеф. Замахаль. Что замахались мы кататься. И повторять этим пустоголовым водилам. Одно и то же. Пойдем по домам на сегодня. Зато мистер Сэнд выкатил из гаража навехонький автозак. Он слишком хорош для тех обезьян. Которых мы будем на него сажать. Ладно. Хоть машинку подзаработали. Нормально. Нормально. Так. Здание суда вот как раз. Перед началом финального заседания по делу серийного убийцы Альберта Рамира. За подсудимый выходил у пристава пистолет из кобуры. Расстрелял несколько человек. Забаррикадировался в зале суда. Взяв в заложники молодую стенографистку. Нифига себе. Слушай. Ну серьезное преступление. Несколько человек забаррикадировался. Конечно по идее мы должны как-то отреагировать. Сколько у нас время то есть? 37 секунд. У нас вот трое вернутся сейчас. Ну-ка может кто-то еще успеет вернуться. Давайте подождем вообще до самого последнего. Так отчет ограбления. Смотрим сразу пропустить. Ооо Вэлла. Красавчик. Молодец. Гражданский невредимый. Молодец. Давай возвращайся быстро. 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 Сейчас мы тебя отправим еще. Погоди. Погоди. День еще не закончился. Я думаю что мы должны все-таки вмешаться. Потому что ну что это такое? Несколько человек расстрелял в здании. Суда причем. Это вообще самое главное здание связанное с правосудием. Так. Жилой квартал нападения. Погоди. Сейчас. Все. Отправляем. Так. Мы отправляем туда. Вообще всех отправим. Жилой квартал нападения. Никого не отправим туда. И спецназ туда. Давай. Все. Автозак нам не надо отправлять. Все. Поехали. Я думаю что мы должны отреагировать на это. Ну что это такое вообще? мафия не должна себе это позволять. Что у нас здесь? Медики приехали на вызов к мужчине, который жаловался на боль в груди. Во время осмотра он внезапно напал над его из врачей, кричав что-то о мировом фармацевтическом заговоре. К другому врачу удалось сбежать и вызвать полицию. У нас пока никого нет. Подождем. Может быть кто-то вернется. Никто у нас не вернется, потому что эти у нас уехали. Никого нет. Простите, мы вообще не сможем отреагировать. Я вообще мне очень жаль. Серьезно. Я вообще честно вам говорю. Ой, простите. Простите, пожалуйста. Преступник скрылся. Ну ладно. Гражданский погиб? Блин. Ну я что сделаю? Серьезно. Ситуация оказалась серьезней. Чем мы думали? Запрашиваю подкрепление. У меня некого отправлять, блин. Серьезно. Серьезно. Некого отправлять. Отозвать их всех. Спецназ и четырех офицеров отозвать. С геем в придачу. Сдохнут же. Пересталяют их всех. А может нет. А давай отказаться. Отказаться от подкрепления. И ладно, пусть они сами там справятся. О! Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Молодцы. Преступник пойма. офицеры невредимы, гражданские невредимы. Отлично, ничего не молодцы вчетвером справились. Смотри, Сент мне пишет там. Джек, мы не знаем, зачем ты так поступил, но надеемся, что у тебя была серьезная причина. Не забывай, кто твои друзья, нам больше не нужны проблемы. Вы пошли нафиг, а? Че это мне тут это? Мульку пестрите. Нехрен тут устраивать такие злодеяния. Так, открыто расследование. Смотри, ну вот пришел. Че он падал? Получается, пришел, 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 зашел сюда, открыл сейф и достал украшение. Че нет, не то? Может как-то вот так должно быть, смотри, наоборот. Вот так, так, и потом как-то так. Я даже не знаю. Так, еще раз. Что нам нужно восстановить-то? А-а-а. Перед продажей дара-дара-дара-дара, поскольку он жирли уже покупатели, привез уже того же дня, когда пришло ограбление. Ресторан обычно принимает посетителей круизу, закрывает дверь, он не свой ключ от ресторана. А, ну, наверное, вот пришел, сначала открыл дверь. Это, наверное, он дверь открывает от ресторана, насколько я понимаю. Зашел внутрь и положил. Вот так вот, все, смотри. Нинхи, китайский эмигрант. Последние 10 лет нигде официально не работает. Все, отлично. Мы его заподозрили. Так, офицеров пока нету никому отправлять. Ну, в принципе, уже день завершен. Давайте сейчас остановимся. Мне кажется, надо день завершать. Все, 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 хватит. Все, завершить день. Да, да, да. Хватит работать. Работа, не волк в лес, не убежит. Завершить день. Чекпоинт. Так, 11 день, июль, 25 четверг. Голденберд. Так, всем сотрудникам Мэрии... Так, у нас 25 июля, то есть он 27 июля должен пойти на награждение. Это значит, еще два дня нам нужно. И следующий мы отработаем, потом он пойдет. Окей. Всем сотрудникам Мэрии подарили машину для личного пользования. Круто. Фрибург заполнили мелкие наркодилеры. Во Фрибурге может пройти полуфинал молодежной хоккейной лиги. Ехать на работу. Давайте, ребят, здесь остановимся. Серия получилась такая насыщенная. Мы облажались несколько раз. Но в основном-то, в общем-то, наши офицеры хорошо работали. Я надеюсь, что наши дела будут идти только в гору. Ну и сотрудничать с мафией, видимо, мы будем вести на какой-то такой, знаете, непостоянной основе. Не будем превращаться в их потаскуху, которая будет выполнять все их грязные желания. Спасибо вам большое, что смотрели. Это была игрушка This is the police. И с вами в это время играл Маугли. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Помните, друзья мои, всегда оставайтесь на высоте. И пока-два!